2 Самуила 23 глава Вот последние слова Давида Слова Давида, сына Иесея Вот это 23 глава, то есть предпоследние слова Это уже 22 главе 2 Самуила 22 глава Это значит его предпоследние слова Ну хотя бы это мне записано, просто я так подумал Здесь Давид говорит вот что Задрожала, затряслась земля Основания небес пришли в движение И дрожали от его гнева Дым исходил из его ноздрей Из его уст всепожирающий огонь И горящие угли разлетались от него Он наклонил небеса и сошел И густой мрак был у него под ногами Он воссел на Херувима и полетел Был виден на крыльях духа Он окружил себя тьмой, как шатрами Темными водами, густыми облаками От сияния перед ним разгорались огненные угли Прогремела Иегова с неба Всевышний подал свой голос Он пускал стрелы, чтобы рассеять их И метал молнии, чтобы привести их в смятение Обнажилось морское дно И открылись основания земли От осуждения Иеговы От мощного дыхания из его ноздрей С высоты он протягивал руку и брал меня Извлекал меня из великих вод Вот я прочитал вам 2 Самуила 22 глава От 8 стиха до 17 Вот это и есть предпоследние слова царя Давида Вот Теперь я хочу вам подробнее рассказать про каждый из тех отдельно Да Вот Здесь говорится Задрожала, затрясла земля Представьте себе Начинается землетрясение Да Вот землетрясение Вот Дым исходил из гоносдрей Все пожирающий огонь Ну вот То есть По сути это как бы Вулкан, да Из вулкана начинается извергаться Огонь Вот И горящие угли разлетались от него Здесь говорится угли Разлетались от него Ну то есть Из вулкана, да Разлетались огненные угли То есть По сути Из вулкана выходит каменный уголь То есть образование каменного угля Вот Даже некоторые сейчас Некоторые ученые утверждают Например Дамир Сахипов Он говорит, что При каменный уголь Был образован При извержении вулкана Потому что Ну как Под нефтью Вулкан извергается И он выходит Вот сейчас Просто не выходит И сгорает, да Получается дым А в то время Не было растений Не было кислорода Поэтому Когда Извергался вулкан То есть Нефть выходила Она не могла Сгорать Потому что Не было кислорода Таким образом Нефть Выходит Но не сгорает Просто она Выходит наружу И превращается Вот такой Каменный уголь Слой каменного угля Это помогает Энергии молнии Распространяется Над поверхностью Вот этого Каменного угля Вот Он наклонил Небеса И сошел И густой мрак Был у него Под ногами Видите Там все было Темно Он воссел На Херевима И полетел Был виден На крыльях Духа Ну вот Здесь Говорится Что действующая Сила Бога Носилась Над поверхностью Вот Он окружил Себя тьмой Как шатрами Темными водами Густыми облаками То есть Там были Много густых Облаков И конечно Вода была Темной Вот От сияния Перед ним Разгорались Огненные Угли Вот От сияния Перед ним То есть Действующая Сила Бога Идет Вот В священном Писании Говорится Голос Ягова Голос Ягова Ломает Кедр То есть Молния Ломает Кедр То есть Это Идет Такой Вот Энергия То есть Вот Молнии Идут И вот То есть Это сияние Да И Перед ним От То есть От сияния Перед ним Разгорались Огненные Угли То есть Там есть Деревья Которые Растут Да Деревья Растут Вот Есть такой Ученый Игорь Галкин Он говорит Что Растения Могут Расти Без кислорода Без углекислого Газа То есть Он говорит Что растения Не питаются Листьями А растения Питаются Корнями Здесь То же самое Говорится Ну то есть Там Было темно Но Растли Растения И Растения Сгорали То есть Там Появлялся Древесные Угли И Энергия Молнии То есть От сияния Перед ним Разгорались Огненные Угли Вот Энергия Молнии Когда идет Над поверхностью Каменного Угля Она идет Через Древесные Угли И Древесные Угли Разгорались То есть Из-за Энергии Молнии И Вот Когда Энергия Молнии Идет Через Древесные Угли Там Идет Дождь все сырая уголь сырой да вот здесь говорится разгорались огненные угли вот то есть при замыкании разгорается угли разгораются то есть там начинается замыкание и начинается светиться вот раньше делали лампы с помощью ну вот угольные лампы происходит искра и она начинает светиться и эту лампу использовали для маяков и для проекции для кинопроекторов то есть это довольно сильная лампа получается вот растение могли расти за счет этого света да ну то есть она замыкается вот древесные угли вот этим растение вот получает свет снизу и они начинают расти то есть хотя здесь библии говорится что там было темно очень темно и не было солнца вот именно вот тогда и был этот свет ну как книга бытие говорится вначале бог создал свет вот точно такой же вот замыкание создается свет чтобы росли растения вот прогремел ягова с неба всевышний подал свой голос ну вот и я как и говорил прогремел ягова с неба всевышний подал свой голос то есть гром то есть голос ягова вот он пускал стрелы чтобы рассеять их и металл молнии чтобы привести их смятение здесь говорится он пускал стрелы стрела чтобы рассеять их кого-то россии сейчас мы поймем кого россии здесь говорится он пускал стрелы да и металл молнии чтобы привести их смятение вот читаем дальше обнажилось морское дно и открылись основание земли от осуждения голову от мощного дыхания зигой ноздрей вот с высоты он протягивал руку и брал меня извлекал меня из великих вод вот именно вода да то есть то есть именно здесь говорится что он пускал стрелы чтобы россии их и и обнажилась морское дно то есть их это означает вот до извлекал меня из великих вот то есть вот вода то есть чтобы рассеять их то есть эту воду то есть там с помощью стрелы сделал так чтобы этой воды не было то есть энергия молнии распространяется над каменным углем через древесные угли при этом замыкает древесные угли и от стрелах то есть там растения растут до растения имеют форму стрелы но все растения имеют форму стрелы форме стрелы форме иглы найдите какое-нибудь растение и посмотрите там листья они похожи на стрелу вот энергия молнии распространяется выходе через эти листья статическая энергия выходит вот где острые края оттуда энергия выходит три начинает вот создавать озон то есть из воды создается озон здесь как происходит вот есть древесные угли они замыкаются когда замыкаются древесные угли углерод Углерод, то есть, древесный уголь – это углерод, да? Вода – это H2O. То есть, углерод сгорает с кислородом воды. То есть, при этом создаётся анион гидрокарбоната. То есть, H2CO3. Это анион гидрокарбоната является очень хорошим удобрением для растений. И создаётся ещё водороды. Этот анион гидрокарбонат входит в растения. Растения растут и создают кислород. Создаётся кислород из листьев. А этот кислород, когда энергия выходит, этот кислород превращается в озон. То есть, в озоновый слой. То есть, начинается создавание озонового слоя. Создаётся озоновый слой, то есть, создаётся небо. Озон нужен для того, чтобы солнечные лучи, ультрафиолетовая радиация, превращалась в озоновом слое, в видимый спектр. То есть, превратился в свет. Видимый свет, чтобы могли расти растения, да? Вот, когда рассеялись облака, вот, тёмные облака, пошёл этот свет, и растения начали расти. Если бы этого не было, то есть, не было бы тёмных облаков, ну, если бы облака рассеялись до того, как был создан озоновый слой, то растения вы погибли, потому что ультрафиолет разрушает всё. Не только бактерии, но и растения. Потому что у неё нет никаких ни жёлтых, ни красных спектров. Нет ни зелёного, ни синего. Потому что ультрафиолет – это и есть радиация. Так и называется – ультрафиолетовая радиация. Вот. Вот поэтому всё это создаётся таким образом. Ну вот, хотя Давид и не знал всего этого, то есть, именно этих водородов, гидрокарбонатов, но он описал то, что создавал Бог с научной точки зрения, да, точно описал. Потому что здесь говорится, «Он пускал стрелы, чтобы рассеять их, и металл молнии, чтобы привести их в смятение. Обнажилось морское дно». То есть, морское дно просто обнажилось. То есть, первый мир был сотворён из воды, да. Поэтому и во время потопа она утонула. То есть, обратно, вот создаётся вот этот, древесные угли замыкаются, создаётся водород и от кислорода озон, да. То есть, кислород, то есть, озон и водород, водород сверху, да, они сгорают, и начинается, как бы, идти дождь, 40 дней, и все самые высокие горы утонули на 15 локтей, то есть, на 7 метров. Вот. Вот так как вода вышла из-под земли, да, из-под вулканов, ну, здесь говорится, из вулкана, да, выходит всё. Вот, например, гейзеры тоже выходят, вода из вулкана выходит. Вот точно так же выходит, выходит много гейзера, много воды из-под земли, потому что там же вода кипит из-за лавы и поднимается наверх. Вот поэтому все горы были под этим. А вот когда был поток Ноя, там не было горячей лавы, поэтому вся вода ушла под землю. То есть, вода опустилась до какого-то уровня, и поэтому сейчас мы как бы начинаем бурить землю и через эти места бурения мы начинаем оттуда брать воду, для, ну, питьевую воду, да. Вот, то есть, это, раньше вся эта вода был водородом, язоном, но потом обратно превратился в воду. Вот так, вот так. Вот здесь что можно ещё добавить. Ну, то есть, вот Давид говорил именно вот такие вот слова. И кому интересно, вот это 2 Самуила 22 глава. на самом деле это Псалом 18. Да, то есть, слова Давида превратились в Псалом 18. То есть, предпоследние слова Давида, предпоследние слова Давида, это и есть Псалом 18. Давайте прочитаем Псалом 18. Вот. Вот здесь то же самое. Задрожала, затрясла земля. Основания гор пришли в движение и дрожали от его гнева. Дым исходил из его ноздрей. Из его уст всепожирающий огонь и горящие угли разлетались от него. Он наклонил небеса и сошел. И густой мрак был у него под ногами. Он воссел на Херувима и полетел, понесся на крыльях духа. Он сделал тьму своим укрытием. Вокруг него, как шатер, были темные воды, густые облака. От сияния перед ним двигались его облака, сыпался град и горящие угли. Иегова прогремел на небесах. Всевышний подал свой голос, обрушил град и горящие угли. Он пускал стрелы, чтобы рассеять их, и метал молнии, чтобы привести их с метения. Обнажились русла потоков и открылись основания земли от твоего осуждения, Иегова, от мощного дыхания из твоих ноздрей. С высоты он протягивал энергия выходит, потому что энергия распространяется над поверхностью каменного угля. Каменный уголь может изолировать энергию благодаря тому, что она имеет метан. Метан – это высокое давление, а вакуум, молния – это вакуум. То есть, молния падает на землю, создавая себе вакуум. То есть, она проходит и создаёт вакуум, через неё проходит, попадает в каменный уголь и тоже хочет создать себе вакуум, то есть, разделить метан. Но метан не разделяется, потому что она имеет высокое давление, то есть, сильное сжатие. Благодаря этому сильному сжатию молния не может создать в ней, как бы не может её расширить, чтобы уйти под землю. Земля – это заземление, то есть, она впитывает энергию, молнию полностью. Чтобы этого не было, над поверхностью каменного угля вот из вулкана вышла нефть и создал такой каменный уголь. А сверху росли растения, сгорали, создался вот слой древесного угля, через который энергия молнии распространялась на многие тысячи километров, вот, распространялась. Вот. И создавал анион гидрокарбонат, то есть, появился первая почва. Создавался водородный слой, вот, создавался кислород, создавался озоновый слой. Вот. Ну, то, что рассказал Давид вам, вот, читайте сами, потому что мне кажется, это очень интересно, ведь это, это, это ведь для человечества очень важно. Спасибо за внимание.